Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, и дорогие друзья и коллеги. На связи Сергей Панферов, сайт panferov.com И сегодня мы с вами рассмотрим рабочую область программы Adobe Premiere Pro. Неважно, какая у вас версия, CS3, CS4, либо CS5, все они настраиваются примерно одинаково. И все панели инструментов с окнами выглядят также одинаково. Вам нужно просто увидеть весь смысл. В данный момент я открыл новый проект в нашей рабочей области программы. И изначально он выглядит следующим образом. Смотрите, по умолчанию, workspace, то есть рабочая область нашего проекта, вызывается она из раздела Windows, Workspace. И у нас есть пять специальных шаблонов нашего workspace, нашей рабочей области программы. По умолчанию рабочая область стоит на вкладочке Editing. То есть специально для редактирования, для удобства. То есть программа изначально уже предлагает вот такой вот шаблон с удобным расположением окон. И внутри окон находятся панели. Далее. В Adobe Premiere Pro CS5 появилась также вот такая вот вкладочка Workspace, которую можно вызывать из этого меню, выпадающего. CS3 и CS4 этого нет, поэтому вы можете воспользоваться Windows, Workspace и пожалуйста. Все остальные четыре шаблона видите Audio, это для удобства работы со звуком в проекте. Следующий Color Correction для удобства корректировки цвета, то есть для цветокоррекции. Видеть исходник можно, окно Program и окно Reference. И что у нас еще там осталось? Effects. Примерно это похоже на вкладочку на Workspace Edition. Примерно то же самое. Единственное, кое-каких окон не хватает. И последний у нас идет Meta Logging. Тут специально информационные окна уже сразу по умолчанию открываются. XMP файлы и так далее. Но в принципе они нам практически пока не нужны для того, чтобы отредактировать или смонтировать наш видеоматериал. Ну что ж, давайте перейдем сейчас во вкладочку Window, Workspace, Editing. Поставим по умолчанию все. Значит, смотрите какой смысл. Вся программа делится, вернее рабочая область программы делится на вот такие вот окна. Мы не будем брать наш инструментарий основной, главное меню. Мы с вами будем рассматривать именно те окна. Вот эти вот. То есть окно Project, оно называется. В ней у нас находится панель Project. Так и есть. Далее идет, под ним идет окно. Ну скажем, оно более информационное окно. Но здесь у нас находятся. Значит, есть еще вот такие ползуночки. Мы можем передвигать их и тем самым смотреть, какие панели находятся в данном окне. Media Browser. То есть вы можете посмотреть, что здесь находится. Ну, специальный браузер. Панель Info. Ну, давайте я симпортирую какой-нибудь файл. Если я на него нажму, да, выделю данный файл в окне Project, то в панели Info мы увидим информацию об этом файле. Далее у нас находится окно, вернее панель Effects. Здесь находятся папочки с эффектами, аудио и видеоэффектами, видеопереходами, аудиопереходами, пресеты. То есть специальной предустановки, да, вот и так далее. И панель History. Панель History у нас отвечает за историю, которую мы проделывали в данный момент, да, то есть при открытии программы, либо проекта. Далее, следующее окно у нас, вот так вот оно выглядит. Окно исходника, окно эффектов. Ну, я думаю, что называть окно конкретно каким-нибудь именем, это не так правильно. Потому что в каждом окне могут находиться от одной до нескольких панелей. То есть находится панель Source. Вот сейчас она открыта, да, в ней ничего нет. Если мы кликнем два раза на исходник, то мы можем просмотреть в данной панели наш исходник, отредактировать, сделать начало-конец. Вот и потом уже скинуть на линейку Timeline в общий проект. Далее. Окно Effects Controls. Здесь у нас показаны эффекты, да, которые будут применяться относительно какого-нибудь файла или футажа в окне Timeline. Ну, давайте мы скинем в окно Timeline, да, чтобы мы могли видеть. Вот таким вот образом. И если мы сделаем данный футаж активным, данный клип, то мы увидим, какие видео и аудио эффекты в данной панели у нас были на него наложены. Далее. Окно Audio Mixer. Здесь мы можем работать со звуком проекта. Видите, да? И окно Metadata. Вот здесь вот как бы все данные, метадаты. Вот смотрите. На каждый футаж, который вы выделили, да, на каждый клип. Вот. Ну, здесь их очень мало, потому что мы ничего не называли. Вы можете ввести, назвать что-нибудь, да, в каждый... Ну, так как XMP файла у нас пока нет, значит, здесь мы ничего пока не назовем. А здесь вы можете, пожалуйста, сцену назвать, назвать шот, шут, ну, я этим не пользуюсь, клиент, да, ну и так далее. Назвать имя, тейп, кассеты. В данный момент у нас клип, не кассета, description, описание, комментарий какой-нибудь к данному клипу, да. Вот такая вот метадата. Но, в принципе, практически никто этим не пользуется. Если вам удобно, пожалуйста. Вот. Но дальше у нас идет окно с панелью Program. В данный момент отображается секвенция 0.1. Она у нас одна. Данная секвенция также отображается в окне панели Timeline. Вот, мы видим также данный результат, когда двигаем проект, ну, что-то с ним делаем, да. И последнее окно. Вот оно у нас вот здесь вот находится. Это окно с панелями, ну, давайте я вот так вот сделаю, перенесу немножко, чтобы видно было. С панелями Audio Master Matters, где мы можем наблюдать звуковые колебания, да. Ну, это как бы аудио индикатор у нас. И очень важная, вернее, очень важная панель Tools с инструментами. Вот здесь находятся все инструменты, которыми мы будем пользоваться во время редактирования нашего материала. Значит, смотрите, все окна, они могут двигаться вот таким вот образом, да. Вот между окнами, видите, вот сейчас вот я навожу сюда, и курсор становится как вот такие две черточки со стрелочками. Мы можем вот так вот двигать, да, для нашего удобства. Вот таким вот образом. Можно сдвигать, увеличивать, все, уменьшать. Вот. Можно также не только два окна, а вот даже четыре вот так вот, да, сразу перестраивать. Вот. Далее. Данные окна и панели конкретно в каждом окне мы можем отвязать. Как это сделать? Ну, допустим, в каждом окне, то есть фрейм, да, окна, это фреймы у нас. Есть вот такие вот штучки, стрелочки, да. Вот. Если мы кликнем сейчас на данную стрелочку, мы увидим Undock Panel. То есть мы отвязываем данную панель под названием Source, панель источника, исходника. Пожалуйста. Вы можете также работать с двумя мониторами, увести это на второй монитор, чтобы просматривать там исходник, да, для удобства. То есть, либо куда-то еще деть, за пределы программы поставить, чтобы конкретно уже работать с этой панелью. Далее. Также вы можете данную панель, данную панель вот таким вот образом привязать обратно. То есть мы ухватываемся за вот эту вот штучку в начале, да, за уголочек. И смотрите, мы ее можем привязать по центру, слева, как отдельное окно, да, справа как отдельное окно, снизу как отдельное окно, сверху как отдельное окно. Но нам, допустим, надо, ну вот смотрите, видите, да, как отдельное окно сверху. Давайте мы еще раз отвяжем. Вот, и мы давайте привяжем не как отдельное окно, а как отдельную панель в данном окне. Вот таким вот образом. Перетаскиваем опять и уже не сюда, а вот сюда. Вот сюда. Вот вы видите, что опять она у нас встала на место. Также мы можем переносить это все из стороны в сторону, да, вот так вот, если вам удобно будет. Вот, опять же, за этот уголок. Также мы можем отвязать не только панель, но и все окно. Это у нас Undock Frame. Отвязываем окно Frame. И уже данное окно, видите, в основной программе, в основной рабочей области у нас его уже нет. А здесь мы можем управлять уже несколькими окнами, несколькими панелями данного фрейма, данного окна. Пожалуйста. Также, если вы хотите только одно, скажем, вернуть одну панель, то ухватывайтесь вот за сюда, да. И, ну, допустим, вот сюда вот, справа от окна Project. Видите, да. Если вы хотите... Давайте я назад перенесу. Также. Вот так, да. Если вы хотите вернуть все окно со всеми панелями, то ухватываемся вот уже за вот этот уголок. И, допустим, справа от панели Project. Либо слева от панели Program. Пожалуйста. Вот у вас все на месте. Также вы это все можете потом опять донастроить. То есть, если у вас очень много окон, то, пожалуйста, вы можете все это вручную настроить. Также, к примеру, вы хотите создать свою... Ну, вас не устраивает, допустим, в окне Windows Workspace ни одна рабочая область. Да. Вы можете создать новую рабочую область. New Workspace. Ну, давайте назовем ее My. 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 My Workspace. Workspace, да. Окей. Ну, пусть будет просто My. Все. Мы видим, что в Workspace у нас появился Workspace My. И оно у нас сейчас включено. Да. Мы можем все что угодно сделать. Отключить все самое ненужное, да, допустим, вот так вот оставить эффект Control, составить одноэкранный режим рабочей области, выключить историю, да, выключить информацию, браузер, вот оставить одни эффекты, вот и, ну, в принципе, все, да. Даже можно что сделать? Вот таким вот образом у нас, скажем, более комфортно будет работать, да, вот, к примеру, вот так. Все. Мы настроили свою рабочую область и наша рабочая область будет вот всегда вот так вот открываться. Чтобы она всегда так открывалась, значит, когда вы делаете проект, значит, идем в Windows Workspace и видите галочка Import Workspace from Project. То есть, ставьте обязательно эту галочку, она по умолчанию уже стоит. Значит, данная настройка рабочей области будет сохраняться вместе с вашим проектом. Вот. Если вы хотите, чтобы данный проект как бы не сохранялся, то есть открывался каждый раз, ну, изначально, скажем, вот так вот, да, вот так, то, пожалуйста, вы можете оставить именно так. То есть, какие последние изменения были в данный момент во вкладочке Editing, да, такие изменения у нас и вот, пожалуйста. Ну, к примеру, вы что-то там отключили ненужное, у вас там ничего нет, вот это вы, допустим, отвязали, к примеру, да, вот можно окна также сделать. Вот, то есть, пожалуйста, где-то что-то закрыто у вас, ну, все закрыто, к примеру, вот, допустим, такое черное, темно-серое окно и какие-нибудь окна у вас открыты. Как вернуть нашу настройку по умолчанию? Мы идем в Window, Workspace и при вкладочке Editing, да, вот где у вас неправильно открылось или как бы не совсем то, что вам надо открылось, да, мы щелкаем на Reset Current Workspace. Все. Нажимаем Yes, то есть, нам предлагают, чтобы Editing встал как оригинальный, да, нажимаем Yes, все и, пожалуйста, у нас все вернулось на исходные позиции. Понятно, да? Единственное, что в окне Timeline у нас отсутствует секвенция. Вот, как это сделать? Мы просто дважды кликаем на Sequence 01, все, и наша секвенция появляется в окне Timeline. Естественно, в окне Programmes она у нас видна. В принципе, все, да? Если мы хотим, опять же, вернуться, скажем, к нашему другому, другой секвенции, другой рабочей области, нажимаем My, вот она, наша рабочая область. Если у вас ничего не получилось, да, что-то у вас вообще слетело, что-то не получается, все вот эти вот окна у вас, скажем, открыты. Вот таким вот образом, да, то вы всегда можете их назад восстановить. Ну, давайте мы сейчас попробуем восстановить все по умолчанию, как в панели в рабочей области Editing. Ну, во-первых, окно Project, в принципе, находится здесь. Окно Effect Controls. Давайте мы перенесем его вот справа от окна Project, вот сюда вот, да, видите? Хорошо. Окно Programme Sequence. Мы переносим его справа от окна Effect Controls. Хорошо. Далее. Здесь, ну, в принципе, здесь пока нам ничего не надо. Инструменты Tools у нас есть. Ну, хотя давайте, знаете, сделаем так, как будто их нет. Вот так, да? Даже вот так сделаем. Все. Если у нас чего-то не хватает здесь, то идем во вкладочку Window, в раздел Window. И ставим галочки напротив. Что нам нужно? Audio Mixer. Так, хорошо. Он у нас вот появился. Но появился он у нас справа от окна Programme, да? Давайте мы его перенесем вот сюда вот вместе, в одно окно с панелью Effect Controls. Вот таким вот образом. Далее. Что у нас еще не хватает? У нас не хватает эффект, так, эффект Controls, да? Эффект Controls у нас, эффект Controls у нас есть. History. Если надо, пожалуйста, ну, в данный момент он нам не нужен, да? Ну, хотя давайте. History. Открылась там, где оно надо, да? Далее. Window. Info, пожалуйста, можете также Info. Опять же, открылась здесь, где надо. Далее. Media Browser. Ну, то же самое можете сделать со всем этим. Так, программа Monitor у нас есть. Source Monitor, да? Монитор исходника. А, он у нас вот сюда вот выпал. Мы его, опять же, переносим вот сюда вот. Все. Так, да? Вот таким вот образом. Отлично. Ну, вот практически мы с вами сделали. Единственное, что у нас осталось, это окно. Значит, Timeline у нас есть. Окно Tools. Нажимаем. Все, окно Tools у нас появилось. Пожалуйста. И что у нас, чего у нас нет. Audio Master Matters, да? Все. Все у нас теперь есть. И окно Tools, и Audio Master Matters. Пожалуйста. Все. То есть, мы с вами достигли примерно такого же уровня, да? Такой же рабочей области, как и Editing. Давайте сравним. Ну, примерно то же самое. То есть, вы можете, если в случае чего у вас что-то не получается с Reset Current Workspace, да? То вы можете вот настроить его вручную, да? Если вы данный вариант рабочей области уже отработали, и он вам уже не нужен, да? И вы не хотите запутаться, то вы можете выделить данную область. И, ну, вот она у нас выделена, да? И нажать Delete Workspace, то есть удалить ее. Name. Странно. Она у нас почему-то не активна, да? Значит, ладно. Мы пока ничего удалять не будем. Пусть она у нас будет. Но имейте в виду, если вы хотите удалить что-либо, что-либо, да? Какую-то рабочую область, то нажимаете Delete Workspace. Выбираете. Ага, вот My. My, да? И нажимаем ОК. Все. То есть, Workspace под именем My у нас удалена. Ну что ж, Теперь я думаю, что вы будете более комфортно себя чувствовать в данной программе. Настроите ее рабочую область под себя, чтобы более удобно делать монтаж вашего видеоматериала. Спасибо большое за просмотр данного видео урока. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com Пока-пока. До связи.